Продолжение следует... В сторону одной или в сторону другой теории. Понятно, что заветы в Священном Писании присутствуют. Давайте мы прочитаем все-таки самый, пожалуй, главный ключевой стих в этом плане, на который я уже ссылался. Но все-таки прочитаем его по Библии, как и есть. Иеремия, 31 глава, 31 и 32 стихи. Иеремия, 31 глава, 31 и 32 стихи. Пожалуйста. Кто прочтет первые? «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Да, вот значит система договоров, причем разделение очевидно по служению Иисуса Христа, она присутствует в Священном Писании. И не случайно Ветхий Завет, Старый Завет и Новый Завет. Об этом также в Послании к Евреям, 8 глава, мы уже сейчас не будем это читать, но дома прочитайте на досуге. Послание к Евреям, 8 глава, особенно 6-й, 13-й стихи, ну и то, что между ними. Старый Ветхий Завет люди были не в силах исполнить, и Иисус Христос – это первосвященник Нового Завета. То есть, вот это разделение, конечно, существует, хотя оно не дает нам право просто отрицать, как не относящиеся к нам, все, что говорится в Ветхом Завете. Понимаете, доведя диспансационаристскую теорию до логического предела, до логического следствия, можно сказать, что к нам, к современной церкви, относятся всего несколько из посланий новозаветных. Да и даже здесь можно еще спорить, сказать, ну простите, почему же к нам? Это было к Ефесиным, допустим, это было к Филиппийцам, это к Колосиным. Тут нет послания к москвичам, послания к россиянам и так далее. Понятно, что тогда мы становимся похожими на саддукеев. Помните, саддукеи принимали только пять книг Священного Писания, все остальное они отвергали. И вы помните, как сурово обличил их Иисус, сказав о том, что они не знают ни Писания, ни силы Божьей. То есть увлекаться, конечно же, ни одной из этих теорий не нужно. Но здравое зерно, рациональное зерно в каждой из них существует. Теперь давайте посмотрим, как эта теоретическая база помогает нам в работе над интерпретацией, над пониманием священного текста, библейского текста. Очень редко на самом деле в наших церквях бывают проповеди по таким книгам, как Числа или Левит. Но в Числах, конечно, кое-что еще бывает. Например, про Валаама можно услышать проповеди. А по Левиту проповедуют очень редко. Почему? Понятно почему. Потому что сложно. Потому что вроде бы к нам это мало относится. Один из лучших преподавателей Идаловской семинарии рассказывал о том, как... Да, он преподает Ветхий Завет. Причем преподает так, что дух захватывает. Когда он разбирает Слово Божие, ты начинаешь понимать, что есть еще не просто куда расти. Есть еще как погружаться в Слово Божие. Но хочется это делать. И потом сам начинаешь читать, перечитывать, осмысливать. Так вот, этот преподаватель рассказывал о том, что когда я начал преподавать, когда я сказал о том, что хочу заниматься Ветхим Заветом, мне старшие братья, которые были куда более уважаемыми тогда, чем я, более опытными, чем я, говорили буквально такие вещи. Ты зря растрачиваешь свою жизнь, если будешь заниматься Ветхим Заветом. Еще один сказал мне так, говорит, ну, если бы ты был неуч какой-то, тогда ладно. Но ты же способный молодой человек. Что ты делаешь вообще? Говорит, я никак не мог понять, если все Писание Бога духовновенно, почему способный молодой человек не может заниматься, или не должен заниматься Ветхим Заветом, а вот неучу можно. Ну, в общем, неуч скорее всего там попортит, научит неправильно и так далее. Но он все это дело, естественно, слушать не стал, и стал заниматься тем, что ему было близко, стал заниматься Ветхим Заветом. Вот все эти причины приводят к тому, что Ветхозаветной проповеди в наших церквях очень мало. Или даже если она есть, она поверхностная, мы не вникаем в Ветхий Завет. А там, в частности, и в законе Моисеевом есть о чем говорить. И вот я просил Валерия Николаевича провести аналогии и показать нам смысл заповедей Божьих или смысл установления Божьего закона о жертвоприношении, особенно о некотором особом жертвоприношении, о котором он сегодня расскажет в свете служения Иисуса Христа. Я сейчас попрошу Валерия Николаевича рассказать, что он накопал, а вы постарайтесь, пожалуйста, обратите внимание вот на что. Постарайтесь ответить на вопрос, насколько богословская позиция Валерия Николаевича повлияла на этот его разбор. И что было бы, если бы богословская позиция была другой? Что было бы, если предмнения, с которыми мы подходим к этому тексту, были несколько другими? Я попрошу Валерия Николаевича сейчас поделиться своими наблюдениями. Вообще-то задание было о судном дне. Да, о судном дне, конкретно. О судном дне и параллельно служение Иисуса Христа. Да, пожалуйста. Продолжение, да? Ну, я все равно хочу коснуться книги Либит и, в принципе, книги чисел о том, что жертвоприношения, которые приносились в Скине и все законы о жертвоприношениях Божьих, если кто-то внимательно изучал это, то все эти жертвы приносились, если помните, как раз о том, что здесь уже звучало, за ритуальную нечистоту, за то, что не грех, который совершался по незнанию, а сознательный грех, даже здесь упоминания нет, потому что за сознательный грех было однозначно побить камнями. Весь закон так звучал Господень. И то, что происходило именно в этот день, это особый день был для Израиля, это был, как бы, можно сказать, и тревожный день, и праздничный день. Тревожный почему? Потому что в этот день священник, первый священник заходил в Скине, в Скине святая святых, которая позволяла с Господом заходить только один раз в году. Я предлагаю вообще-то прочитать всю шестнадцатую главу, а потом прочитать еще и девятую главу послания к евреям, и часть десятая, и тогда будет намного понятнее то, что Господь здесь говорит. Давайте. И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Ароновых, когда они приступили с чужим огнем при лице Господней и умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Арону, брату твоему, чтобы он не во всякое время выходил в святилище за завесу перед крышкой. Так, пред крышкой, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке. Вот с чем должен ходить Ароново святилище. С тельцом в жертву за грех и сомным во всесторжение. Священник, священный льняной хитон, должен надевать он нижнее платье льняное, да будет на теле его льняным поясом, пусть папа ясуется. И льняной кедар надевает это священной одеждой, и пусть омывает он тело свое водой и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех одного овного всесторжения. И принесет Арон тельца в жертву за грех, за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их перед лицом Господнем в уходов с кинью собрания. И бросит Арон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, другой жребий для отпущения. И приведет Арон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого перед Господом, чтобы совершить над ним очищение, а тостать его в пустыню для отпущения. И приведет Арон тельца в жертву за грех, за себя и очистит себя и дом свой, и заколит тельца в жертву за грех себя. И возьмет горящий уголь полную кодильницу жертвенника, который перед лицом Господним, и благовонного мелкоистощенного курения полной горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь перед лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца, и покропит перстом своим на крышку спереди, и перед крышкой семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что сделал с кровью тельца, и покропит ее на крышку и перед крышкой, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых, и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступать он со скинию собрания, находящегося у них, среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его, и так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который перед лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца, и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью, с перста своего семь раз, и очистит его, и осветит его от нечистот Израилевых. И совершив очищение святилища, скиния собрания, и жертвенника приведет он живого козла, и возложит арон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония и в землю непроходимые, и отпустит он козла в пустыню, и войдет арон в скинию собрания, и снимет длинные одежды, которые надевает, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело своей водой на святом месте, и наденет одежды своей, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, и туг жертву за грех воскурит на жертвенники, и тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, мыть тело своей водой, и потом войти в стан. А тельца за грех, и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон их станы, и сожгут на огне кожу их, и мясо их, и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои, мыть тело своей водой, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением, седьмой месяц, десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед лицом Господнем. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан, который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего, и наденет он ледяные одежды, одежды священные, и очистит святая и святых, скинь ее собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ, общество очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сыновых израильев от всех грехов, их однажды в году, и сделал он так, как повелел Господь Моисеев. Немножко длинно, но зато полезно нам еще раз послушать. Весь вопрос, в принципе, сводится к одному стиху. Да, в принципе, и книга Левит сводится к этому стиху, и к этой главе. 33 стих, давайте повторим его. «И очистит святая и святых, и скинь ее собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ, общество очистит». То есть, Господь для того, чтобы продолжать отношения с израильским народом, мы знаем о том, что Он единственный народ имел возможность там, где присутствует, присутствие Бога, и Он присутствовал через скинь ее собрания. И это было известно на весь мир. О том, что в Израиле присутствует живой Бог. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Но мы видим, что приступить к Богу можно было через целый обряд. Почему это делалось? Вот когда мы размышляем над этим, вот представьте себе первый священник. Ему было сказано, если у него что-то есть нехорошее, он будет убит. И вот он заходит, я всегда с этим случаем вспоминаю, когда я первый раз прыгал с парашютом. Я вспоминал весь процесс, как я укладывал его. Потому что когда я прыгал, мы укладывали их сами. Сейчас есть укладчик, приходит, платит деньги, берут, прыгают и домой, до свидания. А я поэтапно вспоминал, как я укладывал струны, как разделял, как все правильно было. И вдруг перед самым прыжком у меня возник вопрос, груз я вытащил, потому что купол придавливается грузом, а потом складывается. А груз довольно увесистый, такой мешочек с песком. Думаю, если его сейчас рванет стропами, мне по голове достанется, мало не покажется. То есть было очень тревожно, пока этот прыжок, когда я выпрыгнул, уже только блаженство одно было. И вот, наверное, такое блаженство ощущал священник, когда он сделал все для того, чтобы очистить то, что говорил Господь. Выходил из кинии, точно так же вздыхало народ, видя живого священника, о том, что это сие действие произошло. А какое действие, в принципе, происходило? Говорилось о том, что очищалось все, сам священник, его семья, очищалась киния, очищался жертвенник, очищался народ, общество, все. Потому что на целый год, до следующего года, вот Господь установил такой период времени, год. Не знаю, почему год, почему не один раз в семь лет, когда у Бога, и такой срок есть. Но, скорее всего, это Господь дал время, когда, ну, если бы больше еще дал, то бы народ начал разращаться. И вот именно это символизировало очищение. Потому что ни один человек не мог прожить без греха, то есть не выполнив закон Божий. Они постоянно его нарушали. И Господь говорил о том, что это необходимо как бы уничтожать. В 10 главе послания, в 9 главе послания к евреям написано, что все, грех может только очищаться через пролитие крови. Только кровь может этот грех удалить. Ну вот, вы знаете, прежде чем я, как бы, читал комментарии различных авторов, богословов, и когда-то проповедовал над этим, вот Господь давал такое откровение, когда я думал, ну вот идет, ведет человек телицу за свой грех. Ведет ее в скинье в собрании для того, чтобы принести, потому что не только в день очищения, но и другие дни приходили, они и как бы каялись перед Господом о том, что совершили и смывали свой грех кровью какого-то жертвенного животного. Ну, от телицы до голубицы. Вот телица-то, если бы она понимала, что она сейчас будет отвечать за грех вот этого своего хозяина. Она бы сказала, слушай, друг мой милый, а я-то тут при чем? Ты согрешила, а я должна отдать свою кровь. Вот именно это и происходило. Происходило очищение как бы нашего тела, нашей нечистоты, наших различных вот таких понятий. Там сел на гробовой камень, уже не чист, значит, нож должен очиститься. Священник омывается, посмотрите, ему специальная одежда, и он не одевает праздничную одежду, одевает вот льняной хитон, потом поверх еще один одевалки, да, такой, все белое. То есть символ чистоты. Но перед этим он омывался, а потом заходил в скинье. Ой, святая святая. Одна вещь здесь звучит очень здорово, даже несколько как бы подтверждает о том, что это было довольно серьезно для священника, для первого священника. Когда он ходил, скинье была разделена завесой. Вот перед завесой они часто бывали, а за завесой один раз в год. При том он должен войти и принести, как бы, не кодельницу, а чашу с уголями и положить туда благовония, которые, как бы, измельченные сразу давали дым и закрывали появляющийся образ Бога, или, я не знаю, что там появлялось, отзора священника, для того, чтобы он не умереть. Здесь, как бы, намек на это есть. Это было довольно страшно, но это нужно было делать. И я поэтому, когда думаю о действиях священника, я представляю, как он молился перед этим, как он готовился к этому действию, и как он радовался, когда все это, как бы, произошло, и произошло было ополучено. Ведь не зря говорят о том, что, возможно, это, конечно, предание, что священника привязывали за ногу веревку, и если колокольчик переставал звенеть, его просто оттуда вытаскивали. Потому что туда никто не войдет, чтобы его забрать хотя бы телом. Вот. И что же происходило? Происходило ли очищение души, сердца человека? Написано, что нет. Это написано очень здорово, описано в 9 главе и часть 10 главе «Посланник евреев». И я хотел бы одну часть из этой главы прочитать из современного перевода, что представляла собой Скинин. Этими двумя комнатами Святой Дух показывает, что путь святилища не открыт, пока там есть первая комната. Все это есть образ настоящего времени, которое дары и жертвы, предложенные Богу, не могут полностью очистить того, кто поклоняется Богу, и не могут сделать его совершенным. Ведь дары и приношения сводились только к еде, к пяти различным омовениям, правилам, которые касались только тела, и которые Бог установил только для наступления нового порядка. Вот именно это представляло собой Скиния того времени. И мы будем читать 9 главу уже сначала, которая рассказывает нам о другом первосвященнике и о другой Скинии. 9 глава. Может, с самого начала тоже. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была Скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За второй же заветой была Скиния, называемая святая святы, имеющая золотую кадильницу и обложенную со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд, с манной, жезл ааронов, рассветшие, и скрижали заветы. А над ними херувимы слабо осеняющие очистилища, о чем не нужно было говорить подробно. При таком устройстве в первую Скинию, когда входит священник, совершать богослужение, и во второй однажды в год, один только первый священник, не без крови, который приносит за себя и за грех неведения народа. Сим, Дух Святой, показывает, что еще не открыт путь, во святилище доколе стоит прежняя Скиния. Она и есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, немогущие сделать совести совершенными приносящего, с которой с яствой и питьями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. И вот здесь начинается новая Скиния, новое перевесвещение, которое прислан Богом на эту землю, для того, чтобы мы уже очищали совершенно иное в себе, чтобы мы очищали нашу душу, наше сердце, и становились перед Богом праведными. И вот подтверждение вот этой новой Скинии и нового Завета, и нового первосвященника для меня, например, служит самое большое. Это то, что когда Иисус Христос умер на кресте, завеса в храме разодралась. То есть путь к Богу был открыт. Вот это самое главное то, что совершил Иисус Христос. Но Христос, первосвященник, будущих благ, пришел с большей совершенной Скинией, нерукотворной, то есть не такого устроения. Я не знаю, что это за Скиния. Различные богословы говорят по-разному. Ну, например, Баркли говорит о том, что это Скиния как бы тело Иисуса Христа представляет. Я не могу это утверждать, но это Скиния, которую как бы сотворил сам Иисус Христос нерукотворной. И я говорю о том, что Иисус Христос сотворил ее не своими руками, а еще будучи как бы не пришед сюда на это место, на место земное, а возможно и своими руками. Но здесь написано нерукотворной. И не кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. То есть он, первосвященник, пришел уже не с кровью козла за наши грехи. Не с кровью козла за грехи всего народа, который священник, помолившись, отпускал символически. Но грех-то в нас оставался. Ведь грех можно как бы простить, но он может у нас таиться, он может там быть. Господь говорит о том, что он пришел со своей кровью и приобрел вечное искупление. Это первое. Он искупил нас. Он как бы купил нас, ну можно сказать, на аукционе. Отдал за нас равнозначное то, что мы стоим. То есть он отдал жизнь за нашу смерть. Принял смерть на себя. Дальше там написано о том, что мы стали сонаследниками Иисуса Христа, а наследниками мы становимся только когда завещатель, который нам подписал наследство, умирает. То есть мы не можем приступить к наследству, когда завещатель еще жив. Например, вот я сейчас подпишу наследство детям, они получат его только после моей смерти. Точно так же Иисус Христос умер, подарил нам это наследство. Наследство какое? Прощение, Царство Божие и проход к Богу. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телится через окропление освящаясь оскверненных нам, оскверненных, дабы чисто было тело, опять оттели, то коль ми паче, кровь Христа, которым Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел и для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатой Нового Завета, дабы последствия смерти его, бывшей для искупления от преступления, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. А какое обетование Бог дал Божьему народу? Что он будет с ним жить вечно, что он будет в Царстве Божьем. Ибо, вот здесь идет о завещании, ибо где завещание, там необходимость, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно, после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жил. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону, перед всем народом взял кровь тельцовый, козлов с водой и шерстью червленую, и сопом, и окропил, как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь Завета, которую заповедовал вам Бог. Также окропил кровью Искини, и все сорсу добовослужебные. Да и все, почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Наше прощение заработано кровью Иисуса Христа. Первосвященник Иисус Христос пришел и пролил кровь за каждого из нас. Если мы вспомним стих золотой, весь стих золотой нашей Библии, если кто помнит Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что он отдал Сына Единородного, дабы всякие верующие не погиб, но имел жизнь вечную». То есть, те люди... Вот здесь написано о том, что он умер за всех, что он кровь принес за всех, но спасаются и получают спасение из рук Христа только те, которые верят в Него. Вот здесь есть разница. Дабы всякие верующие не погиб. Неверующий человек Иисуса Христа этой благодати, не имеют. Что еще можно сказать здесь о служении Иисуса Христа? «Также окропил крови и скини и все сосуды богослужения». Да и почти... А, извините. Давайте остановимся здесь, наверное. Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. Продолжение следует... Продолжение следует...